Монумент защитникам Москвы противотанковой ежи – один из символов стойкости советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Памятник посетили ученики 1-го Московского кадетского корпуса в честь годовщины военного парада на Красной площади в 1941 году. События тех лет стали примером несгибаемости советского народа, его мужества и отваги. Во время Великой Отечественной противотанковые ежи были одним из самых эффективных средств обороны. Монумент в Химках – символ неприступности столицы – открыли в декабре 1966 года на 23-м километре Ленинградского шоссе. Здесь осенью 1941 года проходил боевой рубеж. Экскурсовод подробно рассказал кадетам о событиях, происходящих в этих окрестностях. Также мы с вами знаем, что на северном направлении Москвы были ожесточенные бои, особенно в районе сегодняшнего поселка Крюково. Ржавки также были задействованы в качестве поля боя против немецких областей. 7 ноября 2023 года во всех восьми школах 1-го Московского кадетского корпуса прошли открытые уроки истории. Старшеклассники посетили памятные мемориалы в Подмосковье. Ученик кадетского корпуса Александр Каулин поделился впечатлениями. «Сегодня 7 ноября нам удостоена честь участвовать в памятном событии, посвященном параду, проходящему на Красной площади в 1941 году. Я считаю, что это очень важно. И важно помнить, участвовать в данных мероприятиях». Первый Московский кадетский корпус – самый крупный кадетский корпус России. Здесь, как и в большинстве школ страны, уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Ведь сохранение исторической памяти – благодарность советскому солдату за вклад в победу над фашизмом. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.